Я рад вас видеть. Я, конечно, испытываю большую радость от того, что сегодня могу быть на этом месте. И по себе знаю, что всегда интересно знать, кто обращается к тебе. Поэтому несколько слов обо мне и моей семье. Меня зовут Антон. Я являюсь пастором в Волжском объединении. Руководителем молодежного отдела этой конференции. До того, как я вышел на служение, я многие, так же, как и многие, наверное, сидящие здесь, окончил университет, аспирантуру, преподавал несколько лет, немножко работал, и потом Бог призвал меня на служение. И сегодня я здесь с вами. А немножко моей семье еще я решил показать несколько фотографий. Ага, можно вначале. Следующий. Ага. То есть это моя семья. У меня жена, два сына. I have a wife and two sons. Старший сын Добрыня. Eldest one is Dabrynia. Второй сын — Савва. Second son is Sava. И следующее селфи моего младшего сына. And this is a selfie of my youngest one. Когда мы пошли вместе с детьми смотреть на нашего третьего сына. When we went to take a look at our third son with my family. И нам врач сказал, ну что вы разве не видите, что это сын? The doctor said, don't you see? This is the son. Я сказал Добрынь. Давай придумаем имя. Как мы будем называть его? I said to my son, Добрыня. How are we going to call our new son? Он посмотрел, посмотрел внимательно. He looked at me tentatively. Я сказал, давай назовем его Тузиком. Let's call him Тузик. Let's call him Тузик. Kind of a dog name. Хорошо, спасибо. Однажды один молодой человек пришел к пастору. One time one young man came to a pastor. He said, пастор, как услышать голос Божий? He said, he asks, how can I hear the voice of God? Пастор сказал, это очень просто. Я тебе сейчас покажу, как это делать. Молодой человек удивился, но был весь в ожидании, в предвкушении. Как же, вот как пастор слышит голос Божий? The young man was quite astonished, but he was interested to see, how can the pastor hear the voice of God? И пастор говорит, вот как говорит Бог. Here is how the God speaks. Спасибо. Сейчас пока еще актуальна эта иллюстрация, но скоро, наверное, уже будет не очень. Окей, Библия. These days you can still show this illustration, but in the future we're going to be just using our electronic Bibles only. Спасибо. Сегодня наша проповедь называется «Проси, что хочешь». Today's sermon's subject is «Ask what you want». Я бы хотел вам напомнить одну сказку. «Сказка о рыбаке и рыбке». Ну, все ее знают, поэтому вкратце расскажу ее содержание. A lot of people know it, so I'm going to just tell you a short story. Старик поймал золотую рыбку. Она попросила его отпустить его. Он по доброте душевно ее отпускает. Возвращается домой к своей жене. И в тот момент он пожалел о том, что он отпустил эту рыбку. Или о том, что когда-то связал свою жизнь с этой женщиной. И также что он уничтожил свою жизнь с этой женщиной. Сказка умалчивает всех подробностей. Но в конечном итоге жена посылает его опять к берегу моря. Потому что золотая рыбка может исполнить любое желание. Скажите, пожалуйста, в вашей жизни, ну, хотя бы раз возникало желание поймать золотую рыбку. Или светик-семицветик. Или джин из лампы. Так вот, в Библии есть один библейский герой, который мог попросить все, что захочет. И кто это был? А вот и нет. Давайте откроем 4 книга Царств. 2 глава. Четвертая книга Царств. 2 глава. Мы не будем всю эту историю читать, но я вкратце, опять же, вам ее перескажу. Пророк Илия, понимая, что будет взят на небо, Пытается избавиться от Елисея. Давайте мы немножко проиллюстрируем. Я буду Илия, а он будет Елисеем. Второй текст. И сказал Илия Елисею, Останься здесь, ибо Господь посылает меня в Вифиль. И Элиша сказал ему Илия, Терри, я прошу тебя, for the Lord has sent me to Bethel. Останься здесь. Нет. Четвертый текст. И сказал ему Илия, Елисея, останься здесь, ибо Господь посылает меня в Ерихон. I'm sorry. И Элиша сказал ему, Элиша, Терри, я прошу тебя, for the Lord has sent me to Jericho. So, Элиша сказал, Останься здесь, ибо Господь посылает меня к Иордану. And Elijah said unto him, Терри, I pray thee, here, for the Lord has sent me to Jordan. Останься здесь. No. I'm not gonna stay here. Хорошо, дальше. Let's move on. Останься здесь, и не ходи в субботу утром на богослужение в Международку. Stay here, and don't go to the worship service in the International Church. And here is the X-hour. Verse 9. And it came to pass, when they were gone over, that Elijah said unto Elisha, Ask what I shall do for thee, before I be taken away from thee. Вот она, золотая рыбка Елисея. Проси, что хочешь. Here is the golden fish of Elisha. Ask whatever you want. Говорят, что Elisha был молодым человеком. It is said that Elisha was a young man. Он мог бы попросить мудрость. He could have asked for wisdom. Он мог бы попросить жену. He could have asked for a wife. Богатство. For riches. В крайнем случае, верблюда. At least for a camel. Лошадей на 150. Maybe 150 horses. Oh, where is the worst power of that amount? Что еще сегодня молодой человек бы хотел? What else could a young man want today? iPhone? An iPhone. В такие моменты In these moments такие вопросы показывают, что самое главное в жизни человека. These questions show what is the most important thing in the person's life. Для чего он живет? В чем смысл его жизни? What is the purpose of his life? What does he live for? А в чем смысл жизни? Как вы думаете, какие вы получите ответы, если выйдете сегодня после служения на улице города и просто начнете задавать людям вопрос? В чем смысл твоей жизни? What do you think? What kind of answers will you receive if you go after the service outside and ask people on the street what is the purpose of life? What kind of answers will you hear? Дерево и сын сведутся на шутку. Some kind of a joke about sun and tree. Еще. Take all from life. Да. Спасибо. Еще. В чем смысл жизни? What is the purpose of life? To receive the gift of the internal life. В деньгах тут подсказывают. Спасибо за честность. Скажут в детях. Скажут. Some will say that the meaning of life is in the children. Мы посмотрим небольшой видеосюжет. Let us take a look at the video. Интервью с улиц города. An interview from the streets. Там в папке есть ролик. Хорошо. Спасибо. Хороший ролик. Я вкратце тогда расскажу. Можете просто забить где-нибудь в ВКонтакте и увидеть, в чем смысл жизни. Там этот ролик и есть. Или вы можете search for yourself в ВКонтакте для этого видео. Но если суммируют все ответы, которые были озвучены в этом ролике, то можно разделить их на несколько групп. Первые — это те, кто говорят, не нужно думать о смысле жизни. Просто живи и все. Получай от жизни. Все. Вторая группа — они скажут, смысл жизни в детях. Ради них живем. Также были те люди, кто сказал, что смысл жизни — это пока можно выключить. Смысл жизни в добрых делах. Как-то мир к лучшему изменить. И также были те, кто сказал, что смысл жизни — заработать и поесть. Там колоритный мужчина говорит, животик мой любимый. Однажды я ехал в поезде. И у нас была беседа. И плавно-плавно мы подошли к вопросу о смысле жизни. И когда люди стали приводить стандартные ответы, а я им давал обоснование того, что это не есть смысл жизни, то когда они услышали эти ответы, они посмотрели на меня очень внимательно все. У них были очень голодные глаза. Как у некоторых из вас. И они задали вопрос, а ты знаешь, в чем смысл жизни? Я сильно удивился, я никогда не видел такого голода в глазах людей. Многие люди пытаются убежать от этого вопроса, думая, что не надо над ним размышлять. И по жизни похоже на хомячков. Поднимите руки, те, у кого когда-нибудь был или есть хомячок. У многих, спасибо. Моему сыну дедушка подарил хомячка как-то. И ночью я проснулся и не мог понять, что происходит. Я лежал, прислушался, что-то скрипело. И потом я понял, что это хомячок. То есть, днем он спал, а ночью он решил побегать. Я понял, что это был хомячок. Он утром стал, поел, зубы почистил, и побежал на работу, с работы домой, посмотрел что-нибудь, лег спать, на следующий день встал, почистил зубы, побежал на работу, и таким образом вся его жизнь, вот такой круговорот. Так вот, и знаете, это подобно человеку, который решил построить дом. Но у него нет ни карты, ни плана, ничего. И он построил его, отошел в сторону и смотрит. Дверь забыл. Ничего, здесь сломаем. Он берет кувалду, ломает дверь. Отходит, смотрит. С той стороны бы лучше было. Ладно, здесь заложим, там сломаем. Другая группа людей, которые не хотят говорить о смысле жизни и уйти от этого вопроса. Они говорят, мы живем ради детей. Они говорят, мы живем ради наших детей. Хорошо, если мы живем ради наших детей, а наши дети ради кого живут. Ради своих детей, а эти дети ради своих детей будут жить. И тогда возникает вопрос, где те гипотетические дети, когда они придут в этот мир, ради которых мы все вот жили, для которых мы все живем. Или представьте такую ситуацию. Или просто представьте эту ситуацию. Саша решил пойти в футбол поиграть. Саша решил пойти в футбол Он взял мяч и идет во двор к ребятам. Он взял мяч и идет во двор к ребятам. Идет, они не о себе думают, а о детях будущих. Ради них старается, ради них живет. Или Петя с Катей сходили классно в ресторан. Или Петя и Катя сходили классно в ресторан. Но опять же, не ради себя, ради детей. Ради них стараются. И, конечно, они не сделали это для себя. Они сделали это для своих детей. Хотя неизвестно, будут они у них или нет. Никто не знает, если они будут у детей. Кто-то говорит, доброе дело сделать. Какое самое простое доброе дело мы можем вспомнить? Какое самое простое доброе дело мы можем вспомнить? Спасибо, бабушку через дорогу перевести. Help an elderly lady cross the street. How much time do you need for that? In Moscow, it's a bit hard to say sometimes. Предположим, что очень широкая улица, бабушка не хочет переходить. Все, в общем, обстоятельства. The street is wide. She doesn't want to cross. Everything is against you. Заложим час на то, чтобы бабушку через дорогу перевести. All right, you reserved one hour for that. А остальные 23 часа. Мы что делаем? Okay, the rest of the day, 23 hours, what do you do? Остаем бабушку караулем. You safeguarded grandma after... Ну, мы же ради нее в этот мир пришли. Это смысл нашей жизни. Ради нее живем. Well, that's why we came into this world to help her. Добрые дела это очень хорошее наполнение жизни. Good things are a good filler for our life. Но это не то, для чего мы пришли в этот мир. But that's not why we came into this world. А я уже не говорю о деньгах. I'm not talking to... Let alone the money. Потому что имею потом только что могилу обклеить. They're just useful to make your grave beautiful. Я не говорю о еде, поесть хорошо. I'm not talking about eating well. А потому что человек за жизнь съедает тонну еды, а в кровь все равно уходит дистрофиком. a human eats tons of food during his lifetime, but he goes a small man into the grave. Так в чем смысл жизни? So what is the purpose of life? У нас есть дети сегодня. Это очень радостно. We have children here. It's very nice. Я хотел бы задать вопрос. Можно? I'd like to ask a question. Can I? Ну, помладше, наверное. I'll ask the younger one. Скажи, что тебе нужно для счастья? What do you need for happiness? Только родители не подсказывайте. Don't listen to your parents. Jeep. Jeep. Спасибо большое. Потому что, когда начинают подсказываться родители, обычно звучит ответ родители. Because when parents help, usually it's the answer of the parents. Мы все хотим быть счастливыми, правда? We all want to be happy, don't we? Маленькому ребенку для счастья нужно шоколадку. A little kid for him to be happy just needs a chocolate bar. Немножко он подрос, ему нужна шоколадка, ну, сейчас iPhone. A bit older, he needs a chocolate and an iPhone. Чуть-чуть этот ребенок подрос, ему нужен мотоцикл и шоколадка. A bit older, he'd like to have a chocolate and a motorcycle. Еще чуть-чуть подрос, для счастья нужно машину и уже интересно противоположный пол. Ну, еще и шоколадку. And a bit older and he wants a car and the opposite sex and a chocolate bar. К 30 годам by the age of 30 человек понимает, что нет, счастье, оно в деньгах. The man understands the happiness is in the money. Из 30 до 40 лет он активно работает, зарабатывает. So he's making a lot of money between the age of 30 and 40. И в 40 лет, когда у него наконец-то есть деньги, он понимает, что сложно сказать, что он счастлив. Он понимает, что счастье в признании, во власти, надо избраться куда-то, начальником стать, диссертацию защитить. что счастье в респект, в силу, в позиции, в образовании, в образовании. То есть мы видим, что на протяжении жизни меняется то, что делает человека счастливым. от чисто материального до условно-духовного. И теперь возникает вопрос, что если продолжить вот это направление? где человек может быть абсолютно счастлив? Where will the human be absolutely happy? Там, где максимальное от материального к духовному. Поэтому счастлив он может быть там, где максимальное. духовность. Максимум spiritual. Теперь посмотрим некоторые высказывания. Let's take a look at some quotations. французский философ Жан-Поль Сартер. Жан-Поль Сартер. Френч философер. У человека в душе дара размером с Бога и каждый заполняет ее как может. A human has the whole of the size of God and everyone is trying to feel it the way they can. Он ничего нового не сказал. He didn't say anything new. Before him there were similar ideas. Августин блаженный сказал, ты нас создал для себя и наше сердце будет неспокойным пока не успокоится в тебе. Августин the righteous said you created us for you and our heart will not have peace until it will have peace in you. А также Солженицын сказал люди забыли Бога. Но я позволю себе не согласиться с Ним. Люди пытаются забыть Бога. Мы возвращаемся ко второй главе четвертой книги царств. Let's go back to the second kings. Елисей понимал, что самое важное в жизни, в чем смысл его жизни. Елисей understood what was the most important thing in his life. Поэтому на вопрос что сделать тебе, он отвечает и сказал Елисей, Дух который в тебе пусть будет на мне вдвойне. I pray thee, let a double portion of your spirit be upon me. Дух который в тебе пусть будет на мне вдвойне. A double portion of your spirit be upon me. Elisha understood that this internal hunger can be satisfied only by the spirit. He says don't pour as much as you have. a in two more but twice as much. If we have this desire to have twice as much of the spirit, do we have this strong desire for the spirit as Elisha had? Господь, я хочу сегодня иметь дух вдвойне чем у нашего пастора. I want to have twice as much of the spirit as our pastor has. I think our pastor won't be against that. Or twice as much as the sabbast teacher, sabbast school teacher, or twice as much as the most righteous person in our church. or do we show false humility in this? I'll tell you a story about Alexander the great one of his officers showed himself better than others. And he decided to congratulate him and award him before the whole army. And he said ask for anything you want. And this officer didn't lose his wits. so he said I want a lot of money. And it was such a large amount of money that one of the commanders standing next to Alexander he said can I just punch him to him a lesson. Alexander said no. He said no. he has too high of an opinion about my capabilities. So he gave to that officer what he asked. Do we have that desire not to be afraid to ask for the spirit of the twice as much of the amount. So here's the question. Why did Elijah need twice as much spirit as Elijah had? What do you think? to continue what Elijah started with Elijah? What God started with Elijah? Does anyone else? Just in case to have enough. to be more than maybe he wanted to be twice as much of a prophet. Maybe he wanted to be twice as much of a prophet. Elysee наверное хотел 1700. So Elijah killed 850 and he wanted to kill 1700. He wanted to raise twice as many people from the dead. To give twice as much food. So he needed twice as much spirit. He had the bigger need. Let's read a quotation. Not asking for earthly praises and high position among the great people of this world. Elijah strongly desired to have communion with the Holy Spirit which was poured by God unto those who were honored to be taken alive to the heaven. Обратно. Рано. Приобщиться к Святому Духу. Он желал не просто силы в два раза больше, но он хотел приобщиться к Духу в два раза больше, чем Илия. Но он хотел быть ближе два раза быть ближе. Два раза больше знать Бога. Два раза больше проводить с Ним времени в общении. Два раза больше времени коммуникации с Богом. Потому что Елисей понимал, что Бог — это смысл его жизни. Что нельзя жить и служить с дыркой в сердце. Но люди в этом мире идут от одного доктора к другому. Как в одной истории про доктора Чуна. Один человек спрашивает другого. Ты не мог бы мне порекомендовать хорошего врача? Тот отвечает, да, есть хороший доктор, доктор Чун, он спас мне жизнь. А как это произошло? Понимаешь, у меня была серьезная болячка. Я пошел к доктору Чуну. он дал мне свое лекарство. Я выпил его, и мне стало еще хуже. Тогда я пошел к доктору Чуну. Он мне дал своего лекарства. Я выпил его, и понял, что я умираю. И тогда я пошел к доктору Чуну. И его не оказалось дома. Так он спас мне жизнь. И люди в этом мире идут и пытаются найти и чем-то заполнить свою пустоту. Не понимая, что им нужен Бог. Но недостаточно нам, как верующим, знать о том, что нам нужен Бог. Но это не достаточно знать как верующие люди, что мы нужны Бога. Мы должны приобщаться к Святому Духу, к общению с Ним. Это не всегда просто бывает и легко. И иногда нужно бороться, как Иаков. А порой восходить на гору, как это делал Иисус. А я однажды решил попробовать. В Саратове рядом с храмом есть гора. Кто-то сказал бы, что это горка, но для Саратова это гора. И я решил утром встать пораньше и пойти на эту гору, по примеру Иисуса молиться. Я встал в 5 утра и отправился в путь. Когда я дошел до середины этой горы, это примерно так было. Я подумал, может быть здесь остаться? Не обязательно же на самую вершину подниматься. И здесь хорошо город видно, и Бог меня услышит. Но тогда я услышал весть. Бог сказал, теперь ты должен понять из этого урока, что отношение со мной это не всегда бывает просто и легко. Иногда нужно преодолевать трудности. Я поднялся на вершину горы. Еще один текст из Священного Писания. Исайя 30 Исайя 30 Ибо так говорит Господь Бог Святый Израиль Оставаясь на месте и в покое вы спаслись бы в тишине и уповании крепость ваша. Но вы не хотели и говорили нет мы на конях убежим зато и побежите. Мы на быстрых ускачем зато и преследующие вас будут быстры. Как это похоже на то, что сейчас происходит. For thus says the Lord God the Holy One of Israel in returning and rest shall ye be saved in quietness and confidence shall be your strength and ye would not. But ye said no for we will flee upon horses therefore shall you flee and we will ride upon the swift therefore shall they that pursue you be swift. our salvation in the communion with the Holy Spirit I have another favorite verse in the Bible это Псалом 33 Псалом 34 9 текст verse 9 вкусите и увидите как благ Господь блажен человек который уповает на него O fear the Lord ye his saints for there is no one to them that fear him вкусите и увидите Бог призывает нас не просто владеть информацией оно попробовать вкусить и человек который хотя бы раз в жизни вкусил как благ Господь у него будет внутренняя потребность вновь и вновь испытать это he will have an internal need to experience it again and again поднимите руки тех у кого есть apple I'd like to ask you raise your hand if you have an apple не стесняйтесь поднимите руки те у кого apple есть those of you have an apple raise your hands у меня тоже есть apple I also have an apple я бы хотел немножко проиллюстрировать I'd like to illustrate a little bit поднимите руки те кто любит яблоки raise your hand if you like apples значительно больше практически нет людей которые не любят яблок there are a few people who don't like apples каждый любит определенный сорт яблок people like their own favorite type of an apple я люблю большие зеленые I like the big green ones чтобы они были жесткие the firm ones и при этом довольно-таки сладкие у Михаила слюнки потекли можно тоже ему яблок I'm salivating so let Michael the translator have one too кто-то может быть такие любит some people like these ones I guess до недавних пор я жил в частном доме I lived in a private house till recently и когда на улице зной, жара and when there is heat outside ты выходишь во двор and you come out into the garden и там есть твоя любимая яблоня and there is your favorite apple tree и ты знаешь, что плоды там уже созрели and you know that the apples are ripe и ты уже в предвкушении and you are imagining the taste of it у тебя чувство жажды уже you thirst for it и ты подходишь к этому дереву и там запах and you come to the tree and you smell and you reach for the apple and you reach for the apple и срываешь это яблоко and you pluck it off ты смотришь на него оно блестит на солнце and you look at it and it's shiny in the sun и ты уже мысленно представляешь как ты будешь кусать его and you imagine how you're gonna bite it и ты наконец-то его кусаешь so you bite it но ты не сразу жуешь but you don't chew it right away ты сначала пытаешься высосать сок из него at first you suck the juice from it а он такой приятный it's so refreshing and pleasant такой освежающий so fresh такой вкусный so tasty что у тебя аж скулы сводят от удовольствия so much that your jaw muscles are tense и ты наслаждаешься этим моментом and you enjoy that moment и если ты так пробовал яблоко то ты будешь ждать следующий год когда же ты наконец-то сможешь опять это сделать and if you've tried an apple like that you're gonna expect the next year so that you can try it next year too потому что ты вкусил попробовал because you partook of it Господь говорит вкусите и увидите как благ Господь says partake and you shall see how righteous is God возникло ли у нас сегодня желание иметь духа в два раза больше have we developed a desire to have twice as much of the spirit в два раза больше наслаждаться общением с Богом twice as much enjoy the communication with God желание в два раза больше узнать каков он его качество его характер to know him twice as much to know his character his desire his will если такое желание возникло то я вас приглашаю к молитве if you have that desire please stand up for prayer отец наш небесный our heavenly father мы благодарим тебя за слово твое we thank you for your word которое живое и действенное в нашей жизни that is alive and active in our life и оно побуждает нас искать тебя it inspires us to seek for you и когда мы находим тебя и вкушаем сладость общения с тобою and when we find you and we partake of the knowledge of communication with you мы обретаем то счастье для которого были созданы we obtain that happiness for which we have been created помоги нам всегда видеть тебя пред глазами нашими помоги никогда не забыть для чего мы пришли в этот мир боже мы просим тебя дай нам духа вдвойне сегодня наша молитва во имя Иисуса Христа our prayer in the name of our Lord Jesus Christ аминь иисуса Христа иисус отец